Первый снег и гололед на дорогах. Такой прогноз на ближайшие 7 дней дают метеорологи. Как осенняя погода повлияет на Красноярск и самих горожан в этом году, расскажет Максим Лебедев. На этой неделе синоптики вновь обещают нам заморозки и дожди, поэтому красноярцам пока лучше не расставаться с зонтом. Но серьезных осадков все же не будет. Зато минусовые температуры по ночам в городе установились прочно. Так что вполне возможно, в ближайшие 7 дней мы увидим первый снег. Уже завтра, во вторник, к осеннему холоду добавится ветер до 14 метров в секунду. Так что утепляйтесь. Ночью минус 1 градус, днем всего плюс 4. Но самым холодным днем, а заодно и ночью рабочей недели, станет среда. В темное время суток минус 3 градуса, днем плюс 3. К такой холодной и мокрой погоде красноярцам не привыкать. Для нас это навряд ли станет испытанием. Чего не скажешь о новых лавочках и урнах, которые сейчас устанавливают по всему правому берегу. Накануне их раскритиковал общественник Виталий Чеусов. Он считает, эти конструкции уже к весне покроются ржавчиной. А через пару лет и вовсе развалятся. Что ж, посмотрим. В четверг синоптики прогнозируют больше всего осадков за всю неделю. Поэтому именно в этот день и следует ожидать первого снега. Правда, увидим мы его разве что рано утром. Температура воздуха ночью минус 2, зато днем целых плюс 6. В пятницу станет еще теплее. Ночью 0 градусов, днем уже плюс 7. На смену осенним температурам скоро придут зимние. Красноярск готовится к этому вместе с горожанами. Вот и сквер на Винбаума, видимо, решили облагородить. Результат, правда, плачевный. Большую часть деревьев здесь вырубили. Остальные обрезали так, что озеленение теперь больше напоминает чистокол. Поэтому красноярские экологи уже обратились в прокуратуру. Неделя, конечно, холодная. Но на выходных погода все-таки сделает нам небольшой подарок. В субботу днем уже плюс 9 градусов. К тому же тучи рассеются, установится солнечная погода. Поэтому самый теплый день недели воскресенье. Ночью плюс 1 градус, днем до плюс 11. Из-за ночных заморозков и частых дождей по утрам на дорогах города появится ледяная корка. Поэтому автолюбителям, которые еще не успели переобуть свои машины к зиме, следует поторопиться. По прогнозам спасателей, гололедица ожидается в центральных районах края, куда относится и Красноярск. Особо осторожными следует быть водителям, которые отправляются за город. Максим Лебедев, Павел Иваницкий, 7 канал.